Дай почитать. Томаса Мана. Книга называется «Волшебник». За свою жизнь Томас Ман много испытал. Противостоял своей матери и брату Генриху. Стал национальной звездой, олицетворением истины немецкого духа. Получил Нобелевскую премию. Ему удалось убежать от нацистов в США. Оттуда противостоять нацизму, а чуть позже вернуться в Европу. Колм Тойбен пишет все же художественную биографию, и это позволяет ему показать великого антифашистского писателя несколько с другой стороны. Мы видим, как растет и крепнет вместе с юношей Томасом Маном его талант, его необыкновенная преданность литературному делу, как тяжело он переживает и семейный разлад, и мировой. Первую мировую войну, бегство в Америку, вторую мировую, начало холодной войны. Томас Ман предстает перед читателем, человеком, не умеющим не прощать, не прощаться со своими убеждениями. Несколько грустно становится от мысли, что великий Томас Ман, который никогда и ни в чем не нуждался, ни разу не помог ни брату, ни своим родственникам, ни товарищам по перу, так нуждавшимся в нем. Любопытно, что Тойбину удалось изобразить точную и глубоко меняющуюся сущность писателя – мальчика, юноши, мужчины, старика – Томаса Мана, который оказался совсем, как каждый из нас смертных. Привлекает и манера повествования, какая-то подкупающая сложность и простота одновременно. Колм Тойбин действительно проделал длительную, кропотливую работу биографа. К слову, прозвище «Волшебник» дали отцу Томасу Ману, его дети, а их у него было шестеро. Глубокий и яркий роман о живом и гениальном волшебнике Томасе Маня, 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское – 65, Ленина – 103А, Луганское – 53 и Волково – 6А. До новых встреч! Дай почитать!